здравствуйте дорогие друзья постараюсь сделать покороче обзор приманок по хищнику так получилось что два заказа и два заказа как бы между собой пересекаются но отличается чем одному заказчику это москва александру необходимо изготовить набор всех практически искусственных приманок для того чтобы он мог ловить практически любую рыбу начиная от уклейки и заканчивая допустим щукой а вот друг юрий из киева у этого друзья есть все нотка говорится по переписке он повысилал показал мне такое количество приманок и стримеров что для меня была задача что-то такое свое чтобы мог он уже чем-то удивить рыбу процентов 80 из того что я допустим делаю у него уже было поэтому мне немножко было легче и я решил как я уже вам рассказывал новый сезон новая приманки ну не совсем будем говорить они новые есть немножко забытые но модифицированные для начала давайте я отвечу быстро на вопросы и приступим белому обзору приманок особенности этих приманок многие вот после меня спрашивали чем я делаю огрузку или же это очень дорого покупаете вот такой свинец который на катушке он бывает разный по диаметру здесь указано указан диаметр этого свинца или же я вот есть фирмы которые отбивают допустим рентген кабинеты или же кабинеты которые связаны с экранизацией защиты от разных там помех не только рентген но и электро магнитные и вот они используют для обивки вот такой свинец я его обкатывают делают для себя тоньше или же допустим покупаю у ребят обрезки уже необходимой мне толщины ну а потом ножницами отрезал и у меня получается разные вот такие вот полосочки которыми я выполняю игрушку также я уже показывал фильмах вот этот меня кусочек вот разные вот такие есть я обламываю он не пилится а отламывается вольфрамовые электроды для сварки и я ими делаю огрушку дополнительно для стримеров теперь что касается крючков значит заказ из москвы стоял более конкретно значит там использовать только все фирменные крючки начиная гамак от саунер и я честно говорю вы знаете мое творчество уже очень давно я использую только качественные крючки у меня не присутствует левый какой-то там китай или же вот у меня находятся вот такие вот разные сборки которые мне я работаю пачечки я делаю у меня допустим я знаю пошли вот тимка 200r это вот марута или же допустим я использую хаябуса также использую вы знаете что я гамак от су у меня идет и ну овнер овнером но стоял вопрос я попробую вот так вот чтоб камера передала жало чтобы было имела загиб очень сложно найти почему потому что практически фирмы которые изготавливают чтобы было жало вот так вот подогнуто это для карповой рыбалки или же допустим там для поимки какой-либо другой рыбы но у нее коротку этих крючков получается короткое цевьё для того чтобы вязать стримера или допустим какую-либо приманку но не получается потому что они для этого не предназначены и толщина проволоки соответствующие еще толще чем это у меня я нашел ряд таких крючков значит это вот у джексона и хаябуса некоторые ну вроде бы все подходит теперь давайте переходим к нашим приманкам и сразу скажу следующий фильм я буду уже вязать приманку на основе вули багера для окуня но не только окуня щука тоже не проходит и не пропускает и плюс к тому же на мелких крючках допустим 12 14 номер даже 10 и плотва садится как вы видите вот здесь находится набор для одного заказа здесь вы потом рассмотрите если удобно но мы сейчас рассмотрим приманки которая касается хищника эту приманку я уже изготавливал не один раз принцип ее понятен она на двойнике не зацепляйка спокойненько ложится в коряжник привлекает внимание своими вибрациями и игрой и щука довольно таки с охотой берет другая приманочка тоже вот такая это тоже не зацепляйка тоже для коряжника по-хитрому сделано вот сама пружинка которая подъебается в момент поклевок и рыба спокойненько садится лепесток вращается никому не мешает это вот из тех новшеств которые эту приманочку я уже показывал я ее конечно сразу убираю потому что не хотелось бы ее афишировать это я бы сказал запрещенная приманка теперь что касается других приманок ну вот эта приманка на овсетники выполнена она по принципу как вы видите обратного складывания меха и имеет достаточно хорошую пышность величину длину и в то же время она не это не цепляется хорошо проходит по местам где находится водоросли или допустим там какие-либо препятствия теперь вы видели я вязал абсолютно новую вот она достаточно хорошо себя ведет здесь закрыт тройник пинкой ну и понятное дело сам двойник приманка идет жалом вот у меня двойник жалом идет вверх оружие на вольфрамом и свинцом и достаточно хорошо играет в воде пышность ее можно брать любую делать поэтому вот я изготовил трех видов они разные немножечко но принцип один и тот же с этой приманкой она до 15 сантиметров длиной вполне как говорится для щуки конкретно но я думаю если щебурашкой по дну ее протаскивать то наверное и судак будет у нас реагировать на эту приманку уберем особняком стоят вот такие приманочки которые это вот я для москвы так как были условия вязать только лишь на чисто форелевых или же допустим лососевых крючках это чисто лососевый крючок по его форме я изготовил для юрия небольшую вот такую как говорится не пародия а как копия но они ничем не хуже но по величине вот как вы видите они здесь вот все находятся тело здесь абсолютно у всех разное то есть черное салатного потом оранжевая красная и фиолетовая как вы уже знаете по моим фильмам ну вот имитация как бы лососевой приманки рыба достаточно хорошо реагирует на вот такого типа приманки и нельзя сказать что это должно подходить только вот допустим для лосося хорошо реагирует и щука хорошо реагирует и окунь но я сразу делал вот такую величину для того чтобы окунь как говорится не сильно позарился на приманку ну вот как вы видите по величине она значительно больше чем ту которую вот я изготавливал для другого заказа ну и понятное дело этого чисто вот такие судаковые для судака вот приманочка для специфической проводки и рядышком вот у меня лежит перевой такой стример он в принципе то универсальный подходит практически для всех видов рыбалок он тоже огружен его можно изготавливать и в плавающем поверхностном варианте под пленочкой он может идти но этот огружен и идет в толще воды ну где-то полметра это точно если его забрасывать так он погружается два с половиной где-то три грамма его вес чтобы не перескакивать сразу вот покажу это тоже у меня были вот такая серия приманок которая была имитация бычка под каменщика но у меня оставался мех я изготовил вот на также овсетном крючке как вы видите тоже он нагружен и является не зацепляйкой но вес здесь большой нельзя было сделать так как получалось для зацепа уже ничего не оставалось поэтому его желательно забрасывать щебурашкой хвостик хорошо виляет играет в воде и приманочка достаточно привлекательная для хищника это из числа тех старых которые вот я делал с использованием меха кролика но к сожалению в данный момент у меня уже его нет тот который есть не подходит по расположению меха и теперь мы сразу переходим вот к забытым к таким которые обходят стороной приманки которая на трубках один умник не писал там что ампулка это там где лекарства а это стержень друзья мои называйте как угодно стержень шариковой ручки или ампулка для шариковой ручки не имеет значения как вы это будете называть вот я отрезаю два с половиной 2 8 миллиметра использую для хвост для крепления крючка вот у меня капельница и себестоимость для вас это вот из практически из отходов ну единственное конечно это вот необходимо иметь те материалы для того чтобы изготовить эту приманочку на трубке здесь сложности по изготовлению ее нет она изготавливается в фильмах уже показано неоднократно единственное конечно это вот сложность у вас будет состоять в том чтобы найти по длине определенный мех потому что если мы возьмем с вами крючок который необходимо нам поставить в нашу трубку то необходимо чтобы куклу края нашего меха доходили воду жало крючка закрывали его слегка вот так поэтому по длине меха могут возникнуть определенные трудности а так практически ну изготавливается из того что есть можно даже и с помощью пера ну перьевые я скажу сразу для хищника перьевые все стримера я еще здесь не выкладывал здесь будут еще до деланы джиги которые я показывал вот вам крючки прошлом фильме вот у меня имеется вот такие вот крючки камакатсу они разные здесь по весу будут еще вот такие джиги и те перьевые стримера служат недолго поэтому я стараюсь использовать мех песца кролика лиса и получается так что вот они более живучие и сезон спокойно отхаживают с этими приманками мы разобрались не будем на них заострять особое внимание если необходимо потом уже будем с вами обсуждать отдельно значит еще я сюда добавлю с лепестком как вы знаете на тройники отдельно я изготавливал они уже готовы немножечко сохнет клей лак но хотел бы затронуть вот с вами это вот тема будет следующего фильма это вот для окуня вот такие вот приманочки которые вы вот видите вроде бы ничем она не отличается от тех приманок которые я вязал за исключением одного это вот я изготавливал одно время вот такие приманки она тоже огружена это с выносным вот таким вот хвостиком который у нас играет ну окунь зараза такая что всегда садится на хвост редко когда допустим приманочку всю засасывает поэтому чаще всего страдает хвостик ну для общего как говорится количество а по ассортименту я такие стримера тоже изготавливаю ну остановился бы на вот вули баггерах которые работают практически всегда и везде и во всех регионах куда только вот их не брали немножечко здесь отличается чем если вы обратите внимание то у меня вот огружен крючок идет пальмер обмотка пером но я оставил вот точку атаки сделал вот такую вот как бы переход голый от хвостика при намокании наш наше перо получается вот как бы обволакивает полностью крючок имитируя наш нашего малька и через перо хорошо просвечивается наш вот наш дабинг оранжевого цвета оно все флуоресцентное то есть хорошо светится и хорошо для рыбы вот я решил немножечко вот так видоизменить одно время я делал как бы вот с опушкой ну она была у это здесь стоят шарики кстати сразу скажу фрам на некоторых стоит латунные но дополнительно еще огружены свинцом то есть было вот такое условие чтобы можно было забрасывать спиннингом вот эти приманки их можно использовать и для нахлыста потому что приманка полтора два грамма весит и спокойненько можно забрасывать эти стримера ну по такому весу приблизительно секунд через 25 она достигнет глубины 22 два с половиной метра поэтому если забрасывать спиннингом вот связочку из двух трех вот таких вот стримеру то у нас получится уже порядка 5 и 6 грамм и спокойненько приманки будут погружаться естественным образом и для поимки окуня очень очень хорошо поэтому вот такой величины как у меня здесь вы видите это четвертый и хаябуса 6 номер здесь получается что очень хорошо для окуня длина приманки не более 5 сантиметров ну и хорошо будет на нее как говорится садится окунь хвостик можно делать и покороче ну вот у меня допустим черненький вот стоит покороче другие немножечко подлиннее можно и использовать как я говорил и само перо но перевые все стримера как я повторил служит недолго вот бегло я вам уже все рассказал ну а теперь чтобы я уже так вас не обманывал потому что я обещал вязать жука а пока мы никак к жуку не подберемся потому что идет сейчас уже сезон пойдет щуки необходимо подготавливать стримера для хищника ну а жук у нас пойдет чуть-чуть попозже сейчас я с вами друзья этот уже обзор заканчиваю и мы с вами продолжим вторым другим фильмом уже вязать вот такую приманочку в улебагер для поимки хищника ну это может быть и щука поэтому очень очень осторожно чтобы не было никаких у вас потом сложности потому что щука тоже не пропускает такую приманочку вот друзья мои бегло я вам рассказал что и как ну до следующего фильма